Я только раз видала рукопашны, раз наяву и сотни раз во сне. Кто говорит, что на войне не страшно, тот ничего не знает о войне. Писатели-фронтовики – это отдельное поколение героических личностей, испытавших на себе все тяготы военного и послевоенного периода. Благодаря им мир узнал, что на самом деле происходило на фронтах Великой Отечественной, какие чудеса героизма проявлял советский солдат. Писателям, творившим в тяжелые годы Великой Отечественной войны, посвятили мероприятие в Русском центре фонда «Русский мир» Юго-Стинского государственного университета. Момент сегодняшний – это день скорби, это день памяти, это день переживаний в семьях, которые потеряли ни одного человека. Как ни могла переживать царство и небесное, ее уже нет. Мать семерых сыновей Газдановых, которые не вернулись. Кто бывает во Владихове, что видит? Памятник. Да, вылетающих муравлей, да, клином, которые не вернулись. Пять, потом еще два. Да. В России была женщина, пришли меня, вот что я ее забыла, которая не вернулась в десять сыновей. Вот вы себе представьте. Исчезали семьи. С самого начала кровопролитной войны растянувшиеся в годы рядом с защитниками Великой Отчизны те, кто вдохновлял словом, литературным даром, отчасти и благодаря которому вселялась вера в правое дело, в победу над вероломным врагом. Я убит под Оржевом, в безымянном болоте, в пятой роте, на левом, при жестоком налете. Я не слышал разрыва, я не видел той вспышки, словно в пропасть с обрыва, и ни дна, ни покрышки. Засяют окна в каждом доме, потифон послышится вдали. Не печалься, все вернется, кроме тех солдат, что в смертный бой пошли. Произведения, рожденные в суровые годы военных лет, облетели весь мир. Их переводят на многие языки мира, сочиняют музыку, их передают из поколения к поколению, как символы несломленного советского народа. Старший преподаватель кафедры русской и зарубежной литературы Йогу, заместитель руководителя русского центра фонда «Русский мир» Лали Кокоева, вынесла на обсуждение участников мероприятия отрывки из дневника, не вернувшегося с той войны военного корреспондента, поэта Всеволода Багрицкого. Отрывок из письма сотрудницы газеты «Где работал Всеволод». 26 февраля в 6 часов вечера он находился в избе, беседовал с героем нашего фронта, раненым, но уже выздоравливающим политруком, зенитчиком одной из частей Гусева. В это время рядом разорвалась бомба, и осколками через стену убила и его, и политрука. Смерть, видимо, была мгновенная, осколок попал в позвоночник. Когда товарищи вошли в избу, где был Всеволод, они застали его мертвым. Осколок вражеской бомбы пробил и полевую сумку, и тетрадь с надписью стихи, и письмо матери. Все это мы послали в Москву товарищу Фадееву. Хоронили Всеволода с воинскими почестями. В ту минуту, когда произносились слова боевой клятвы, летали самолеты, гремели залпы артиллерии, недалеко проходил фронт. Он похоронен на опушке леса, на перекрестке двух дорог, рожденных войной, у раскинувшей ветви сосны, на которой наш художник Вучетич вырезал надпись «Воин поэт Всеволод Багрицкий, убит 26 февраля 1942 года». Я вечности не приемлю, зачем меня погребли, мне так не хотелось в землю с любимой моей землей. Эти строки Цветаевой Всеволод очень любил и часто их читал, а бедная мать ничего не знает. Нашли от нее открытку, где она беспокоится, что долго не имеет от него известий. «Я боюсь, что больше никогда не увижу тебя», – пишет она, – «как не обманула материнское сердце. Он был единственным моим сынок». Мероприятие, посвященное писателям военных лет, завершили возложением цветов к вечному огню, символически знаменующего собой память о павших героях. Мероприятие, посвященное память о павших героях. «Скорби» – это день начала Великой Отечественной войны. Это трагическая дата в истории Советского Союза, в истории нынешней России, да в истории мира. И русский центр фонда «Русский мир» при университете в Югостинском решили отметить эту дату. Мы собрались здесь, чтобы почтить память тех, кто отдал жизнь за чистое небо, за свободу, за то, чтобы мы жили под мирным небом. Мы читали стихи в университете, постили память погибшим, вспомнили всех поэтов, которые служили. Мы посчитали, что просто необходимо напомнить людям о тех подвигах, которые совершили люди, участвующие в войне, которые оставили след как в виде своих подвигов. Некоторые оставили след в виде произведений, стихотворений. И это нужно помнить, об этом нужно говорить.